Приветствую вас, дорогая молодежь, на нашей конференции, тема которой уже говорилось, это «Дух Божий живет в вас». Сегодня и завтра прозвучат много проповедей, которые будут обращены к нам, чтобы мы проверили наши сердца, проверили наше хождение перед Богом. И для начала нашей конференции я предлагаю нам открыть послание к Ефесянам, 5 главу, 18 стих. В послании к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, и мы попробуем разобрать, что там написано, и применить его к своей жизни. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Эта мысль продолжается дальше в следующих стихах, и апостол Павел довольно подробно объясняет там, но я предлагаю нам сосредоточиться буквально на двух словах. На этой фразе «исполняйтесь Духом». Первое, на что мы обратим внимание, это то, что эти слова звучат в форме повеления. То есть Господь через Павла дает нам распоряжение или приказывает нам, чтобы мы наполнялись Духом. Это не пожелание, это не просьба, это не предложение к нам верующим, чтобы мы хотим, можем исполняться, а хотим, может, нет. Но это твердо, Павел говорит, исполняйтесь Духом. Второе, обратите внимание на то, что Павел не призывает нас быть крещенными Духом или запечатленными Духом. Почему? Очень важно понимать, что крещение и запечатление Духом происходит однажды в момент нашего покаяния и в момент нашего возрождения. Когда я покаялся, когда я получил рождение свыше, в этот момент сам Бог живет, начинает жить внутри моего сердца. Я становлюсь храмом, в котором живет Дух Святой. Но в этом стихе Павел говорит другое. Павел говорит, чтобы мы, он обращается уже к верующим людям и говорит, исполняйтесь, давайте простор Духу Святому в вашей жизни. Еще интересно подметить, что слово, глагол, исполняться, этот верб, исполняться, имеет незаконченное действие. То есть, это действие, которое должно продолжаться, действие, которое должно постоянно продолжаться. Он не говорит, исполнитесь, то есть, сделайте это один раз. Он также не говорит, что мы исполнились или исполнимся, то есть, это было в прошлом или будет в будущем. Но Павел здесь говорит, что мы должны исполняться, то есть, постоянно быть в непрерывном наполнении Духом. Кто помогал в детских лагерях или же был на ярмарке когда-то, видел надувные батуты. Интересно, что к этому надувному батуту идет насос, который должен постоянно наполнять его, постоянно работать, чтобы этот батут или этот домик стоял. Как только этот батут, насос выключает, тот батут начинает складываться. Вот в таком смысле апостол Павел здесь говорит, что должно быть постоянное наполнение Духом Святым. Посмотрите также, к кому обращается Павел. Иногда мы думаем, что некоторые обращения в Библии, они относятся только к особым христианам. Вот тот брат, он миссионер. И, наверное, ему написаны эти слова, чтобы он исполнялся Духом, когда он участвует в миссии. Или, может быть, какая-то особая духовная сестра, которая молитвенится в церкви. Вот, наверное, ей написаны эти слова, исполняйся Духом. Но здесь апостол Павел в данном послании, в данном письме, он обращается к каждому христианину. Он обращается к тем, которые сидят в хоре, тем, которые сидят, может быть, в зале. Неважно, где ты работаешь и неважно, в каком служении ты участвуешь, апостол Павел обращается к тебе и говорит, что ты имеешь право исполняться Духом. Более того, ты должен исполняться Духом. Итак, давайте подведем итог к тому, что мы уже подчеркнули из этого стиха. Мы говорили, что Бог повелевает христианам или приказывает христианам исполняться Духом. Второе, мы обратили внимание, что возрожденные христиане, они уже имеют Духа Святого, но теперь они должны наполняться им. Мы также подметили, что глагол, что verb «исполняться», он имеет незаконченное действие. То есть мы должны постоянно продолжать быть наполняемы Духом Святым. И последнее мы говорили, что это относится к каждому из нас. Теперь давайте вникнем немножко в саму суть слова «исполняться». Как нам его понимать и как нам его выполнить. У этого слова в греческом языке есть несколько значений, которые каждая по-особому определяет это слово. Первое и самое понятное значение – это наполнение какого-то предмета. Представьте себе какую-то вазу, какой-то сосуд, в который потихоньку заливают воду. Вода постепенно поднимается, и эта ваза, этот сосуд наполняется водой, пока он полностью не станет полным. Точно так же нам нужно наполнять свою жизнь Богом посредством общения с Ним. Колоссянам 3 глава 16 стих говорит так «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Когда мы читаем Библию, когда мы слушаем Библию, когда мы слушаем какие-то проповеди или проводим время в христианском общении, то мы узнаем больше о Боге. Он начинает открываться нам, и вот в этот момент наш разум, наше сердце, оно заполняется размышлениями от Бога. И вот это и есть то, о чем говорит здесь Павел, чтобы наполнялись Духом. Еще это слово, которое выбрал здесь Павел, оно подразумевает не только пассивное наполнение, просто что Бог находится внутри нас, но оно еще говорит о каком-то активном Его участии в нашей жизни. Представьте себе обычную перчатку, перчатку, которую мы одеваем, когда выходим на улицу, которая лежит бездейственно сама по себе. Но когда к ней подходит человек, когда этот человек ставит свою руку внутри этой перчатки, то она начинает двигаться, и она начинает делать какие-то дела. Перчатка полностью подвластна и послушна руке, которая делает и указывает ей движение. Вот эта мысль вложена апостолом Павлом в это слово. «Позволить Богу наполнить меня, чтобы потом руководить мной». Когда Дух Святой побуждает меня трудиться, когда Бог ложит в мое сердце какую-то мысль сделать какое-то доброе дело или помочь кому-то, то я должен прислушиваться к этому, чтобы исполнить это. И я должен стараться это делать каждый день, чтобы лучше слышать этот голос. «Позволить Богу наполнить себя, чтобы руководить мной». У этого слова было еще одно интересное значение, которое использовали во время апостола Павла. Когда брали какой-то котел, наливали в него воды и брали пучок соли, бросали внутрь и размешивали. И вот соль, она растворялась в воде и становилась, и вода становилась соленой. Тогда говорили, что вода исполнилась соли, то есть она приобрела вкус соли. Очень интересную параллель можно провести между этим и христианином, который наполнен Духом Святым. Он настолько пропитанный Словом Божиим, и Бог настолько руководит его жизнью, что когда мы соприкасаемся с таким человеком, нам кажется, что действительно в этом человеке отображен Иисус Христос, в этом человеке отображен характер Бога. И в конце, подводя итог нашим размышлениям по этому стиху, хотелось бы просто все обобщить, о чем мы говорили до сих пор. Исполняться Духом значит быть наполненным размышлениями о Боге, которые руководят нашими действиями до такой степени, что это заметно окружающим. Еще раз. Исполнение Духом – это быть наполненным размышлениями о Боге, которые руководят нашими действиями до такой степени, что это станет видно окружающим. Причем это должно быть постоянно в жизни каждого возрожденного христианина, как пишет здесь Павел. Я предлагаю нам сейчас помолиться и просто попросить, чтобы Бог наполнял наши сердца, чтобы через то слово, которое будет говориться сегодня с кафедрой, Он говорил к нам, направлял наши размышления, чтобы думать о нем. И более того, чтобы когда мы поедем домой, в нашей повседневной жизни мы старались это делать каждый день. И тогда наша жизнь, она будет меняться с Его силою. Он будет изменять нас, и другие люди сами начнут замечать, что мы отображаем характер Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.